Военное обозрение забытые герои часть 1 Вчера, 6.15 забытые герои, часть 1 Мы отмечаем 70-ю годовщину Великой Победы У всех на слуху знаменитые битвы, решившие исход войны Но в нашей войне были менее значимые эпизоды Без этих маленьких деталей не сложилась бы общая картина нашей Победы Некоторые события, о которых я хотел бы поведать читателю Конечном итоге влияли на ход боевых действий и позволяли другим участникам войны становиться героями Линейный ледокол Анастас Микоян Боевая история этого ледокола до сих пор овеяна тайнами и загадками Историки обошли стороной подвиг, совершенный членами экипажа этого ледокола Существует несколько версий, которые разница в деталях Но эти различия никак не сказываются на главном Микоян совершил невозможное и вышел из всех передряг истинным героем Ледокола Микоян был четвертым в серии линейных ледоколов типа И Сталин и строился дольше своих собратьев В июне 1941 года шли испытания ледокола, проводимые сдаточной командой завода После чего должны были быть государственные испытания и приемка Госкомиссии Вступление А. Микоянов строй планировалось в четвертом квартале 1941 года После чего он должен был перейти на Дальний Восток Начавшаяся 22 июня война перепутала все мирные планы Решением Верховного Совета СССР в стране с 00.00 часов началась мобилизация 28 июня был мобилизован А. Микоян Вне всяких планов на заводе началось переоборудование его во вспомогательный крейсер Планировалось использовать его для действий на коммуникациях и обороне побережья от вражеских десантов Одновременно продолжались наладочные работы и испытания О довоенных планах пришлось забыть Командиром корабля был назначен капитан 2 ранга Сергей Михайлович Сергеев В состав экипажа, сформированного из краснов флотцев и старшин, добровольно вошли рабочие заводской сдаточной команды, пожелавшие бить врага на своем корабле На нем установили 7 130 мм, 4 76 мм и 6 45 мм орудий, а также 4 12,7 мм зенитных пулемета ДШК По мощности артиллерийского вооружения ледокол не уступал отечественным эскадринам-миноносцам Его 130 мм орудия могли стрелять своими почти 34-килограммовыми снарядами на дальность 25,5 километра Скорострельность при этом составляла 7-10 выстрелов в минуту В начале сентября 1941 года переоборудование ледокола было закончено ИА Микоян приказом командующего Черноморским флотом был включен в отряд кораблей северо-западного района Черного моря, который в составе крейсера Коминтерн, эсминцев Незаможник и Шелмян, дивизионок Анладок и других кораблей предназначался для оказания огневой поддержки защитникам Одессы 13 сентября в 11.40 Микоян снялся с якоря и в охранении двух малых охотников и двух самолетов МБР-2 и взял курс на Одессу, куда благополучно прибыл рано утром 14 сентября Подготовившись к бою, Микоян снялся с якоря В 12.40 Минут корабль лег на боевой курс Артиллеристы на снарядах написали Гитлеру, лично В 12.45 Минут дали первый, пристрелочный выстрел Получив данные корректировщиков, перешли на поражение Враг заметил появление в море Микояну, и его последовательно атаковали три самолета-торпедоносца Но их вовремя заметили наблюдатели Умелым маневром командир уклонился от торпед Артиллеристы продолжили огонь по врагу Действуя под Одессой, артиллеристы подавляли огневые точки Помогали защитникам отражать атаки вражеских танков и пехоты В день проводили по нескольку стрельб, выпуская по врагу до 100 снарядов Только за первые пять стрельб по врагу было выпущено 466 снарядов главного калибра Зенитчики отражали многочисленные атаки вражеской авиации Когда положение под Одессой сложилось особенно тяжелым Крейсеры Красный Кавказ, Красный Крым Червона Украина и вспомогательный крейсер «Микоян» провели 66 стрельб и обрушили на врага 8500 снарядов Корабли вели огонь в основном по невидимым целям на дистанции от 10 до 14 кабельтовых Командир «Микояна» и команда сумели полностью освоить новые для них, необычайные маневренные возможности корабля Все дни действия под Одессой корабль постоянно подвергался атакам авиации противника Особая маневренность помогала быстро выходить из-под обстрела Уклоняться от бомб вражеских самолетов, атакующих грузный, широкий, хорошо видимый летчиком корабль, казавшийся им легкой добычей В одном из налетов «Микояна» атаковали сразу три «Юнкерса» Зенитным огнем один из них был подбит, загорелся и начал падать на корабль «Микоян» сманеврировал, самолет врага рухнул в воду Действуя под Одессой, «Микоян» с его небольшой скоростью в 12 узлов, в отличие от крейсеров, лидеров и эсминцев Не получил прямых попаданий бомб и снарядов и не потерял ни одного человека Но от частого форсирования и перемены ходов, сотрясения близких разрывов Шесть из девяти котлов получили повреждения водогрейных трубок Вот тут и пригодилось высокое мастерство моряков, бывших заводских специалистов Они предложили, не покидая боевой позиции, поочередно выводя поврежденные котлы из действия, устранить неисправности Первым, в азбестовом костюме, в топку первого котла при температуре 270 градусов вошел инженер капитана Фаха Медулин В короткий срок, работая по ночам, в азбестовых костюмах и капковых жилетах, смоченных водой, котельные машинисты, кочегары, устранили неисправность, прочеканили все трубки Поддерживая огнем приморскую армию, вспомогательный крейсер «Микоян» получил благодарность от командования Одесского оборонительного района И только израсходовав весь боезапас, ночью 19 сентября ушел в Севастополь 22 сентября «Микоян» принял участие в высадке десанта у Григорьевки «Микоян» имел большую осадку и меньшую, чем у боевых кораблей скорость полного хода Поэтому он был включен в состав отряда артиллерийской поддержки Совместно с канонерскими лодками Днестре «Красная Грузия» поддерживал десантников 3-го полка морской пехоты Позже экипаж узнал, своим огнем они подавили два вражеские батареи В районе деревни Дафиновка зенитчики сбили два вражеских самолета Ю-88 До наступления рассвета «Микоян», имевший небольшую скорость хода, направился в Севастополь Кстати, комендоры А. Микояна впервые на флоте огнем своего главного калибра начали отражать налеты вражеской авиации По предложению командира БЧ-5 старшего инженера лейтенанта Юзефа Злотника Амбразуры в щитах орудий были увеличены, угол возвышения орудий стал больше Автоген, правда, не брал броневую сталь Тогда бывший судостроитель Николай Назарати прорезал амбразуры с помощью электросварочного агрегата До получения приказа об эвакуации Одесского оборонительного района Микоян, непрерывно находясь под атаками авиации и огнем береговых батарей Совместно с кораблями флота продолжал обстреливать позиции врага Затем перешел в Севастополь, где на заводе номер 201 были качественно отремонтированы поврежденные котлы и механизмы В октябре Микоян получил приказ перейти в Новороссийск В Севастополе на него погрузили воинскую часть, 36 стволов дальнобойных морских орудий и боеприпасы Орудия имели очень большой вес, и перевезти их мог только Микоян Отразив на переходе атаку самолетов противника, 15 октября корабль прибыл в Новороссийск Принял участие вспомогательный крейсер в обороне Севастополя, систематически совершая рейсы из Новороссийска Доставляя в осажденный город пополнение, военные грузы, вывозил раненых и гражданское население На нем эвакуировали личный состав и оружие второй бригады торпедных катеров Начали вывозить демонтированную художественную и историческую ценность, панораму обороны Севастополя В октябре на нем было эвакуировано более тысячи раненых В начале ноября на Микояне в Новороссийск перешел штаб флота Корабль вел огонь и по позициям врага под Севастополем Затем Микоян перебазировался в поте 5 ноября получили неожиданное приказание полностью снять вооружение Краснов флотцы, старшины, офицеры, помогая рабочим местного завода разоружить корабль Были недовольны этим и открыто высказывались против того, чтобы отсиживаться в тылу Когда в это тяжкое время их товарищи на смерть бьются с врагом Они не знали, и не должны были знать, что началась подготовка к секретной операции За 5 дней все орудия были демонтированы Вспомогательный крейсер А Микоян снова стал линейным ледоколом Личный состав артиллерийской боевой части был списан на берег Было списано на берег и часть командного состава Вскоре потребовали сдать пулеметы, винтовки и пистолеты Капитану 2 ранга С. М. Сергееву с большим трудом удалось оставить 9 пистолетов для офицеров Из оружия на борту было еще охотничье ружье На корабле начал работать особый отдел контрразведки флота Каждый моряк проверялся самым тщательным образом После такой проверки кое-кого в кубриках не досчитались На замену прибыли новые, проверенные У всех были отобраны документы, письма и фотографии родных и близких Экипажу приказали уничтожить, сжечь военную форму Взамен выдали со складов разнообразную гражданскую одежду Всех сфотографировали и вскоре выдали мореходные книжки, паспорта, гражданских моряков Военно-морской флаг спустили и подняли государственный Команда терялась в догадках по поводу всех этих действий Но объяснений никто не давал Связанные эти странности были с тем, что осенью 1941 года Государственный комитет обороны СССР принял весьма своеобразное решение Перегнать с Черного моря на север и на Дальний Восток три больших танкера Сахалин, Варлаама, Ванесов, Туапсе и линейный ледокол А. Микоян Это объяснялось острой нехваткой тоннажа для перевозки грузов, внутренних и полент-лизу На Черном море этим судам делать было нечего А на Севере и Дальнем Востоке они были нужны до зарезу То есть решение само по себе было бы вполне правильным, если бы не одно географическое обстоятельство Идти нужно было через Мраморное море в Средиземное Затем отнюдь не вокруг Европы Это была гарантированная гибель либо от немецких подлодок, либо от их же бомбардировщиков А через Суэцкий канал в Индийский океан, потом через Атлантику и Тихий океан на Советский Дальний Восток Оттуда Микоян должен был продолжить плавание по Севморпути к Мурманску Таким образом, предстояла почти кругосветка, причем провести ее надо было в условиях войны Самое интересное ожидало советские суда в начале пути Во время войны практически все торговые суда всех воюющих стран получали хоть какое-нибудь вооружение Один-два пушки, несколько пулеметов Конечно, оно было чисто символическим Но в каких-то ситуациях, против одиночных самолетов, катеров, вспомогательных крейсеров, помочь могло Кроме того, по возможности, торговые суда сопровождались боевыми кораблями Увы, для советской четверки все эти варианты были исключены Дело в том, что из Черного моря в Средиземный путь лежал через Босфор, Мраморное море и Дарданеллы, принадлежащие Турции А она, соблюдая нейтралитет, не пропускала через проливы боевые корабли воюющих стран Более того, она и вооруженные транспорты тоже не пропускала Соответственно, даже символической пары пушек наши суда иметь не могли Но это было еще полбеды Беда была в том, что лежащее за Дарданеллами Эгейское море полностью контролировалось немцами и итальянцами Захватившими как континентальную Грецию, так и все острова греческого архипелага Через которые и предстояло советским судам идти на юг Ледокол прибыл в Ботуми Вслед за ним сюда же пришли три танкера Сахалин, Туапси и Варлаама, Ванесов Все три одинаковые по водоизмещению, грузоподъемности и с примерно равной скоростью полного хода 25 ноября 1941 года в 3 часа 45 минут конвой в составе ледокола Трех танкеров и кораблей охранения под покровом ночи вышел в море Некоторое время шли в сторону Севастополя, а затем взяли курс на Босфор Головным шел лидер Ташкент под флагом контр-адмирала Владимирского За ним, в Кельватере, Микоян и танкеры Справа от ледокола шел эсминец способный Слева, эсминец сообразительный Но боевые корабли могли сопровождать караван только до турецких территориальных вод Переход до Босфора протяженностью 575 миль Планировали пройти за трое суток Днем было спокойно, небо было затянуто тучами К вечеру пошел-пошел дождь с мокрым снегом Поднялся ветер, разыгрался девятибальным штормом Море покрылось темными, пенными валами Началась качка Ветер крепчал, кромешная тьма поглотила суда и корабли охранения Ночью шторм достиг 10 баллов Шли со скоростью около 10 узлов Танкеры больше не могли И особенно Микоян со своими угольными котлами Он и так все время отставал Загруженные по горловину танкеры держались хорошо Только пару волны накрывали их до ходовых мостиков На Микояне, с его яйцевидным корпусом Размах качки достигал 56 градусов Но его мощному корпусу удары волн были не страшны Порой он то зарывался носом в волну То, переваливая через очередной огромный вэл Обнажал винты